Удачный опыт сотрудничества Эжвинской поликлиники и волонтеров нужно копировать во всех районах Коми. Такое заявление сделал руководитель регионального Минздрава на встрече с местными добровольцами. Во время пандемии медучреждение обратилось за помощью к неравнодушным жителям. Требовалось организовать доставку лекарств льготникам, тем людям, которые не болели ковидом, но из-за своих хронических заболеваний были вынуждены сидеть дома. Между тем, медикаментозное лечение нужно было продолжать. Виктория Палкина встретилась с отзывчивыми эжвинцами. Непринужденная беседа в кабинете главного врача с руководителем регионального Минздрава. Здесь пенсионеры, коммунальщики, безработные. Социальный статус у всех разный. Объединяет их желание помочь людям. Кто как может, адресно, в каком-то районе, где-то вблизи своего дома. Очень удобно. Сами списывались, создали чат. Я видела их переписку, я участвовала, направляла их куда-то, подсказывала что-то. Очень ответственно относились к своей работе. Получилась большая дружная бригада по доставке лекарств тем пациентам, кому не стоило лишний раз приходить в поликлинику в разгар пандемии. Но при этом необходимо было постоянно получать нужные препараты. Все было расфасовано. Мы просто делали список адресов. И, соответственно, кому из волонтеров было удобнее, они эти посылки мы им довозили, либо они сами забирали, разносили. И, соответственно, так оперативно за день закрывали все заявки, которые передавал аптечный пункт. Самому юному волонтеру чуть больше пяти лет. Саша с мамой Диной две недели помогали соседям получать лекарства. Люди встречали очень доброжелательно. То есть они этого ждали долгое, видимо, время. Поэтому мы были всегда вовремя желанными визитерами, скажем так. За две недели этой стихийной волонтерской акции помогли двумстам пациентам. А еще медперсонал у поликлиники в те самые сложные дни, когда бушевал омикронштамм коронавируса. Естественно, это разгрузило наших специалистов. Потому что каждый вызов на дом, будь то это медсестра или врач, это время. А здесь и ребята, и женщины помогали нам в свое свободное время. Они разносили лекарства. А порой-то занимало и не полчаса. Такое внимание со стороны Минздрава Коми и журналистов явно смущает добровольцев. Когда в феврале они откликнулись на призыв помочь, точно не думали про грамоты и спасибо. Помогали по зову сердца. Потому что знали, как нелегко врачам и как важно своевременно получать лекарства пациентам на дому. Вот такая атмосфера взаимопомощи в отдельно взятом Эжинском районе столицы. Виктория Палкина, Олег Юшков, Телеканал Юрген.